Добрейшего вечерочка, с вами Кристиночка Березинян, и сегодня видео о моих пустых баночках. Первый блог будет посвящен стайлингу для волос, и для того, чтобы эти средства казались для вас наиболее логичными, я буду располагать их в том же порядке, в котором я их могу использовать в процессе создания укладки. Поэтому самое первое средство здесь — это Aronco The One, который, собственно говоря, и называется «Единичка», потому что этот спрей всегда будет являться первым при создании укладки. Это так называемый «преп-спрей», то есть спрей, который используется предварительно на этапе подготовки волос к вашей укладке. Очень легкий увлажняющий спрей, который также позволяет гораздо легче распределять все последующие средства для создания укладки и экономит их расход за счет того, что создает такую, знаете, более скользкую поверхность на волосах, очень его люблю, к сожалению, очень давно он не приезжает в магазин бессовестно талантливый, но как только появится, я с удовольствием абсолютно точно буду его брать, обожаю просто это средство. Оно также, как и все средства от Aronco, имеет уникальную просто парфюмированную отдушку, и, конечно же, я бы с удовольствием его повторила, если бы была такая возможность, так скажем. Следующее средство здесь — это вот такой, уже, знаете, разрезанный, порезанный просто малыш тоже от Aronco. Данное средство называется High Dive. Это увлажняющий крем, который также усиливает блеск волос, и использую я его на нижнюю треть волос, для того чтобы самая поврежденная часть волоса — это именно как раз-таки нижняя треть, которая наиболее подвержена сечению, ломкости, сухости, тусклости, для того чтобы после этого средства, в общем, да, массиве укладки, кончики не портили ее внешний вид. Обожаю данное средство, использую для волос средней и высокой плотности. Если же волосик у вас тонкий, то, к сожалению, вот этим средством вы его можете переутяжелить. То же самое я бы отнесла и к пористым волосам, поэтому если у вас волос тонкий или пористый, или и то, и другое, то я бы рекомендовала в качестве замены High Dive взять другое средство, которое называется Waterfall, то есть водопад. Оно чуть полегче, это также увлажняющий крем, он абсолютно точно так же используется на нижнюю треть, но он более легкий. Оба эти средства, насколько я помню, в магазине Бессовестно Талантливый стоят 3000 рублей, это по скидке мастера. Соответственно, если вы будете брать их в розницу, не через вашего мастера, то они, конечно, стоят подороже. Далее следующее средство, которое может вам пригодиться на этапе подготовки волос, это спрей Superstar от бренда Tiji. И вы знаете, очень долгое время я это средство обожала, но хочу донести один момент. Я его любила вот в тот момент, когда это средство стоило там 700 рублей, 800 рублей, 900 тысячу. Когда он стал стоить выше тысячи, у меня уже закрались сомнения, потому что это средство прекрасно вот ровно на тысячу рублей, как бы грубо это ни звучало. Сейчас этот спрей в официальном магазине Tiji стоит 2400 рублей. Соответственно, где-то он может стоить ещё дороже, там 3000, и, честно говоря, за такие суммы я бы уже лучше взяла более люксовые бренды. Ту же мою любимую Maximist от Orbe, тот же Dallas от Arnco. Возможно, взяла бы Antigravity, допустим, спрей. Но за 2400 рублей это уже, конечно, не настолько восторг. Но в любом случае, если он у вас лежит, и вы не понимали, что с ним делать, это спрей-пенка для уплотнения волос. Мы его наносим порядка, на корни своих волос, и после обязательно засушиваем феном. Ни один спрей для объёма не работает сам по себе. Это просто ваш инструмент для того, чтобы создать объём. А уж как вы его дальше создадите феном, это уже, так скажем, ваши ручки и ваш навык. Средство неплохое, но я его повторять больше не буду. Если говорить также о средствах для объёма, то в вопросе тестирования, да, средств для своих учеников, каких-то более бюджетных, у меня оказалась вот такая залётная птичка от Batiste, потому что у меня очень многое не спрашивали девчонки, пробовала ли я что-то, я могу сказать об этом средстве или нет, и я его купила для вот таких, скажем, научных целей. Это спрей от Batiste, который называется XXL Volume Spray. И вы знаете, сложно вам передать это через камеру, но он у меня практически полный. Почему? Потому что это очень плохой знак. Это значит, что средство абсолютно мне не понравилось, и я не хочу его даже никому не отдавать, не передавать, потому что, честно говоря, никому такое не рекомендую и не советую. По сути, Batiste известен своими шампунями сухими, да, для освежения укладки, и они решили сделать вот такой ход конём, да, так скажем, и добавить в свой спрей сухого шампуня ещё немножко лачка. И получилась такая забористая хрень, девчонки. С одной стороны, это типа надо напшикать в корне, и у вас будет объём. Конечно, будет, потому что у вас в корнях будет такая каска из лака и сухого шампуня, что, ну, дальше это вообще никуда. Это не расчесать, не подвинуть. Это совершенно не в тему, да, каких-то современных, таких красивых подвижных укладок. Это вот прям, знаете, тот самый дом-пристройка на голове, которую нужно уже регистрировать в БТИ, потому что, ну, это невозможно, девчонки, это просто вот дом на голове. Не знаю, кому это вообще может пригодиться. Плюс в нынешнем, да, контексте мира, вот конкретно на сегодняшний день, это стоит 1240 рублей. Это пипец дорого, девчонки, для бренда Батист, который совершенно не является ни люксом, ни мидл-сегментом. Поэтому на сегодняшний день точно нет. Я это никому абсолютно не рекомендую. Дальше на этапе укладки кто-то любит крутить уже сразу на лак. Для этих целей, как правило, мы используем жидкие лаки. И здесь у меня вот такой представитель, опять-таки, слышите, да, что средство не пустое. О чём это говорит? О том, что оно мне совершенно не понравилось. Это бренд Urban Tribe. У них все средства называются по номерам. Это средство 05.4. Называется No Gravity. Это жидкий лак. Вы обалдеете. Эта баночка стоит 2900 рублей. Это уже цены на уровне вот прям люкса-люксового. Но при этом, вот я не знаю, возможно, меня сейчас закидают камнями, но я вообще не поняла бренд Urban Tribe. Дело в том, что цена очень высокая. При этом, за что я плачу? Для меня все эти средства абсолютно не рабочие. Да, они такие эко, здесь нет каких-то парфюмированных отдушек, мы все такие хорошие, святые и экологичные. Ребят, я не знаю, вот, ну, просто все. Можете на меня ругаться, но все, что я слышу с припиской эко, оно просто не работает. И здесь то же самое. Распиарено невозможно. Стоит до хренища. Но сам этот продукт для меня это просто, ну, я не знаю, вода. Потому что что ты нанёс это до укладки, что ты не нанёс это до укладки, разницы никакой. Поэтому, как и все остальные средства от Urban Tribe, это я тоже, к сожалению, не рекомендую. Казалось бы, мы с вами подготовили волос, да, возможно, мы уже сделали какую-то накрутку. Дальше нам это нужно зафиксировать. Поэтому дальше у меня будет три лака для волос. Давайте начнём с вами по ценовому сегменту. И, исходя из этого, первое средство здесь будет вот такое Fix Anti-Freeze от бренда L'Oreal Professional. Стоит вот такая огромная упаковка в 400, внимание, миллилитров, всего 1000 рублей. На скидках бывают ещё дешевле. И, девчонки, вот этот спрей я вам искренне рекомендую. Он у меня вчера, вот до того, да, как я выкинула все дублирующиеся баночки и так далее, у меня их было 4 штуки в мусорном ведре. И неспроста. Дело в том, что на своих занятиях по укладкам для себя я всегда рекомендую вот этот спрей как бюджетный аналог моего любимого лака Alta Space от Arnko. Только если этот мы можем купить в пределах 1000, а зачастую и более дешевле, то вот этот стоит в районе 4000 по карте мастера, и без карты мастера тоже подороже. Да, этот чуть мельче, капелька дисперсия, он чуть суша, здесь парфюмированная душка, но я понимаю, что бюджет у всех абсолютно разный, поэтому в качестве, так скажем, бюджетного аналога очень рекомендую вот этот спрей. Я его использую для вычеса на укладках, когда мы уже сделали всю накрутку, и дальше из буротинок 2000 мы хотим вычесать это в красивый массив современных, подвижных, таких, знаете, очень дорогих укладок. Поэтому вот это точно себе скриньте, потрясающее средство, я считаю, оно очень многим подойдёт. Дальше следующий лачок у меня подороже, он уже стоит 1800 рублей за 371 миллилитр, и это средство Full of It от Bad Hat, это тоже T.J. С этим средством у меня очень смешанные впечатления. Во-первых, оно абсолютно полное, и здесь дело не только в том, да, там, понравилось мне или нет, а в том, что у этого средства, я не знаю, может быть, его как-то сложно произвести, может быть, из-за того, насколько сильная здесь фиксация, оно постоянно забивает трубочку, но здесь постоянно, абсолютно в каждой бутылке ломается пульверизатор, то есть оно просто вот не пшикает. Хотя с этим средством у меня такие, знаете, есть немножко ностальгические воспоминания, потому что когда я только начинала работать, когда я только начинала своё обучение в Академии T.J. и познавала, да, так скажем, этот прекрасный мир укладок, на тот момент мне было так всё интересно, и мне хотелось делать всё максимально ярко, объёмно, так, чтобы, ну, прям было видно, да, каждый рубль вложенный в эту укладочку, в этот образ, и тогда у меня, ну, какой-то, знаете, просто детский восторг вызвало это средство, потому что это лак настолько сильная фиксация, что на показах на этот лак без каких-либо вспомогательных средств ставили ирокез, то есть там просто волос, а, меня не видно, ну, короче, высоченные длины волосы, им просто вот укладывали модель, клали волосы, заливали лаком, модель вставала, и волосы вставали вместе с ней. Я тогда вот увидела это, и просто такая, знаете, вау, что так можно было? И, естественно, я такая, мне надо, я берю. И первое время, не понимая, да, там, каких-то стилистических вещей, каких-то тенденций и так далее, первое время я думала, ну, это охренеть. Ну, то есть, если это выдержала ирокез, то, ну, какие-то, типа, знаете, классические локоны, супер, типа, мой клиент проходит просто неделю. Конечно, сейчас для меня это уже не актуальное средство, и я с абсолютно чистой совестью вот эту пустую бутылку выкидываю, потому что сил моих терпеть, и опять вот этот сломанный дозатор, вот здесь постоянно что-то ковырять, думать, мой хорошенький, ну, зайчка, ну, давай, как тебя почистить, котик, давай, ну, там, плюнь мне уже этого лака. Все, сил моих нет. Поэтому, если у вас вдруг, может быть, у меня неформальная девчонка, или у вас неформальный парень с ирокезом, и вы хотите делать такие классные прически в скринте, TG Full of It стоит 1800 рублей. Всем остальным, ну, как бы, вряд ли, вряд ли вам это пригодится. И третий лачок у меня здесь, это тоже TG, он называется Masterpiece. Здесь уже упаковочка 340 миллилитров, и стоит она 2400 рублей. Данное средство, мне кажется, сейчас многие клиенты, кто у меня были, вспомнят, это то самое средство, которое я обшикаю, и все говорят, ананасик. Да, оно очень вкусно, приятно, так, знаете, по-детски пахнет, то есть это не такой утонченный сладкий аромат, а это такая, знаете, императрица, то есть такой прям фруктовый, прям вот в лоб он такой, hello, я ананасик. Это он. Но я его точно буду повторять. Во-первых, все равно он почему-то всех клиентов веселит. Во-вторых, здесь идеально сильная фиксация. Он по уровню фиксации, по шкале TG идет четверочка, то есть он не настолько мощный, как Full of It, но при этом он очень хорошо держит, и я его использую для фиксации вот этих, знаете, передних прядочек на собранных прическах. Почему? Потому что передние прядки, они в любом случае распустятся. Я никогда никого не обманываю, что у вас вот эти передние пряди будут держаться там неделю. Нет. Передние прядки мы постоянно трогаем, куда-то убираем за ушко, кто-то к невесте подойдет там ее поцеловать, тоже эти прядки куда-то откинет. Плюс, ну здесь такое количество механики и ветер, и все на свете, передние прядки точно распустятся. Но для того, чтобы это произошло как можно позже, ближе к вечеру, ближе к танцулечкам, к банкетику, вот это все я фиксирую вот этим средством. Оно довольно-таки сильное, и оно очень помогает вот с этими передними прядками. Поэтому у меня расход этого средства абсолютно небольшой. И если вы любитель такой, знаете, поселение, фиксация, то есть не такого мягкого ощущения подвижных волос, а такой все-таки, знаете, немножечко к касочке, то вам тоже это средство может понравиться. Плюс аромат. И дальше мы с вами сделали накрутку. Но достаточно ли ее просто зафиксировать? Конечно нет! Дальше наступает самый интересный момент. Это шаг стилизации. И на этом шаге я хочу показать два средства. Первое из них это Bedroom Hair от Kevin Murphy. У меня здесь маленькая такая, малюсечка такая, 100 мл. Такая упаковка стоит 1800 рублей, и упаковка побольше, в 250 мл, стоит 3400 рублей. Опять-таки я говорю, цены по карте мастера. И, знаете, этот спрей мне очень понравился. Это текстурирующий сухой спрей, который помогает из такой, знаете, идеально созданной, лежащей волосочек-волосочку укладки, добавить ей немножко безбашенности, добавить ей немножко такой, знаете, небрежности, какого-то кайфа, какого-то такой вот ракешности. Он и называется «Волосы после кровати». Я такой эффект просто обожаю, потому что сейчас в целом эпоха более небрежных укладок. Ну не делают уже. Уже даже люди не заморачиваются с какой-то, знаете, идеальной симметрией передних прядей от пробора. Чуть что-то как-то странно, офигенно. Наоборот, очень уже режет глаз укладка, которую вот прям видно, что её рождали, что она прям, знаете, выходила с трудом, прям с натугом таким. А вот этот очень классный спрей. Как только у меня подзакончится огромное количество стайлинга, которые есть сейчас, я хочу взять прям большой объём. Мне здесь понравилось всё. Текстура, отдушка, упаковка, дизайн, эффект — просто всё супер. Стоит абсолютно каждого своего рубля. Тоже очень его рекомендую. И крайнее средство в блоке про стайлинг — это будет вот такое средство от Ossis Volume Up, на котором хочется очень тяжело и глубоко вздохнуть. Почему? Это средство было моим любимым на протяжении огромного-огромного количества лет. То есть даже когда я перешла уже такой, знаете, на прям тяжеловесный стайлинг люксовый, оно всё равно оставалось. Потому что, ну, нет у него аналога. Вот как ты не крути, хоть ты тресни, хоть ты лбом расшибись, ну, нет у него прям идеального аналога ни в каком сегменте. Потому что это средство, хоть оно и называется Volume Up, а-ля спрей для объёма, я не знаю, то ли производитель накосячил, то ли что. Ну, короче, все мастера его использовали вообще не по назначению. Мы его использовали для того, чтобы сделать идеально такую холёную, глянцевую текстуру на собранных прическах. Так он красиво текстурирует, такой прям идеальный, вот выглаженный он даёт эффект. Плюс здесь была моя самая любимая в мире отдушка. Я даже пыталась найти в каких-то блогах парфюмеров что-то ещё, чтобы люди мне подсказали, чем, чем он пахнет, где мне это найти, чтобы обливаться этим сверху донизу. Но я не знаю ни что это за аромат. И самое страшное, что теперь я не знаю, где мне взять такое средство. Потому что бренд Schwarzkopf сделан полный ребрендинг линейки Осис. И теперь, если вы закажете вот это средство в красной тубе, вам придёт упаковка розовая. С таким, знаете, всратеньким дизайном. И самое стрёмное, что там теперь абсолютно другое средство. К сожалению, я так хотела бы сказать матом, но воздержусь. Я так немножко попала в просак, вот так скажу. И заказала две упаковки вот этого средства. А мне приехали две розовые банки жутко стрёмного, отвратительного качества лака. Поэтому, может быть, у вас лежало это средство, да, и вы не знали, что с ним делать. И оно у вас лежит и лежит. Я вас умоляю, я вас заберу. Мне очень надо. Я готова на обмен, на пожертвования, на что угодно. Но это средство, это просто моя любовь. И, к сожалению, я достать его больше не могу. Вот на такой грустной ноте мы с вами переходим к следующему блоку. А следующий блок у нас будет посвящён уходу за лицом и телом. В этом блоке у нас с вами не будет абсолютно никакой логики. Я просто буду брать те средства, которые попались мне на глаза. И первое средство, которым я попалась, это бам-бам-крем от Soul Giannico. С этим кремом тоже очень такая была странная история. Я его любила очень много лет. Я его просто обожаю. Аромат. О, это что-то просто невероятное. По аромату здесь фисташка, солёная карамель. Всё это немножко, так знаете, поправлено шиком жасмина. Потрясающий аромат. Он у меня всегда ассоциируется с отпуском, с отдыхом, с прекрасным настроением. И помимо того, что это просто прекрасный крем, который хорошо распределяется, быстро впитывается, очень, знаете, уплотняет так кожу. Потому что я заметила, что когда я им пользовалась, моя кожа была гораздо более красивой. Как только я перешла на другое, более бюджетное средство, которое я показывала в своей запрещенной соцсети, всё-таки качество кожи стало хуже. Но в какой-то момент иностранные сайты стали для нас закрыты, и стоимость этого средства достигла 4,5 тысяч. А вы уж простите, но при всей моей любви к люксовой косметике, даже я не готова платить 4,5 тысячи за 75 миллилитров крема для щупы. Вы, конечно, не извините, но я в тот момент офигела и подумала, всё, прощай, дорогой, мы с тобой больше никогда не увидимся. Но потом я вернулась, да, так скажем, к работе с байерами, и у байера этот крем стоит 1 600 рублей. Поэтому он снова со мной, я его обожаю, просто души в нём не чаю. Поэтому всё ещё самый лучший крем для тела, мой самый любимый, от всей души я вам его рекомендую. От душка просто умереть не встать. Следующее средство, которое мне здесь попалось на глаза, это укол красоты, маска для лица от бренда Organic Kitchen. Здесь, девочки, хочется просто вставить этот мем. Галя у нас отмена, потому что я вам очень много лет показывала эту маску как свою самую любимую среди супер бюджетного сегмента. Она стоит всего 120 рублей за 100 миллилитров до сих пор. Но, к сожалению, произошло просто великое разочарование. Видимо, в связи с происходящими событиями, часть ингредиентов стала недоступна. Поэтому, спойлер, у меня это банка полная, и я её выкидываю. Почему? Потому что здесь очень сильно явно изменился состав. Если раньше это была маска, которую я наносила утром, и, знаете, лицо сразу какое-то становилось более румяное, свежее, ты весь такой прям отдохнувший, прям вот, ну я не знаю, ну просто, знаете, героиня сериала, которая вот проснулась, уже прекрасный, а не как мы все. Но сейчас, девочки, я не знаю, что с ней произошло, даже моя супер привыкшая к кислотам, к ретинолам, к пилингам, к вообще просто всем, я не знаю, видам каких-то энзимных пудр и так далее, кожа, мягко говоря, просто охренела от этого средства. Как только я наношу, у меня так начинает гореть лицо, то, что я понимаю, что держать это дольше, там, пяти минут просто опасно. И дело в том, что даже эти пять минут, они бестолковые. То есть она просто жжёт и ничего не делает. Вы чё? Чё вообще произошло с этим брендом, с этой маской? Поэтому сейчас вдруг кто-то будет смотреть мои старые видео, да, и наткнётся, и такой, о, прикольно, маска за сотку, беру. Всё. Отмена. Дальше у меня здесь, знаете, такие мы маску за 100 рублей посмотрели, девочки. Сыворотка, Шанель, 11 тысяч. Вообще, чё-то у меня прям, я увидела Шанель и стал так грустным, я, если честно, вообще всё из головы вылетело, потому что Шанель в стране у нас больше нет. Сыворотка, Шанель, увлажняющая, гидробьюти, микросерум. Хорошая сыворотка, девочки. Но я использовала в своей работе только летом, потому что она увлажняет, очень легко, быстро впитывается, делает кожу очень красивой, но она не подойдёт для слишком сухой кожи. Для топичной, для осени, для зимы её уже не хватает. То есть она такая именно очень лёгкая, летняя, какая-то воздушная. Очень её любила, клиенты от неё были просто в восторге, потому что всё-таки вот этот узнаваемый аромат всей уходовой и всей декоративной косметики Шанель — это уже, знаете, восторг. Все это любят. И могу вам рассказать один прикольчик, да? Вот так я держу, такая красивая, Йоу, Шанель. А здесь вот такой у нас тут прикол, девочки. Это мне мужу. Нужен был кусочек чёрного пластика, чтобы отремонтировать пылесос. Ну и он вот говорит, да, кусочек чёрного пластика. Я говорю, ну да, я же не знала, что он будет делать. Но он, короче, вот крышку расковырял. Ну и, в общем-то, если честно, пофиг, самое главное, пылесос реально починен. Дальше у меня вот такая Масюня, просто, которая уже вот здесь пополам разрезанная. Девочки, прям, я не знаю, записывайте на зиму, это нужно просто всем. Это бренд La Roche-Posay, бальзам для губ, который называется Цикопласт. Вот так он выглядит. В нём семь с половиной миллилитра. Стоит он, а он ничего не фокусировал, да? Ну прикольно, ладно. Записываем. Цикопласт. Стоит он максимум 500 рублей. Очень часто бывает на скидках за 300-350. Я его вам от всей души рекомендую. Очень сильно, быстро восстанавливающий бальзам для губ. Что для меня самое главное? Он работает не на визуальный эффект, то есть намазали, здесь и сейчас походили, смыли, и всё стало ещё хуже, чем было. Он работает в долгую, то есть он на долгий период времени напитывает, так красиво увлажняет губы. Зимой это точно надо всем. Я его люблю наравне со своим любимым бальзамом Шанель. Поэтому, опять-таки, кто хотел, да, что-то тоже вот настолько же работающее, чтобы губки были увлажнённые, такие пышные, но, конечно, не за 5 тысяч, вот, берите. 350-500 рублей. Шикарнейший бальзам. Очень рекомендую. Дальше у меня здесь такая дружная компашка, за высказывание которой я чувствую, что мне прилетит люлей, но я не могу молчать. Я купила полную линейку средств ухода от бренда Шип. У меня здесь был гидрейтинт-тонер, гидрейтинт-эмульсия. Стоил у нас тоник 1200, эмульсия 1200, крем полторы и крем для глаз 1300. И дело в чём? Я вообще не поняла всеобщего восторга. Вот прям совсем. То есть, понимаете, если у вас нет вообще никаких проблем с кожей, вот вы из тех прекрасных нимф, просто вот нимф, фей, которые родились с уже прекрасной кожей, которая не нуждается ни в увлажнении, ни в лечении акне, ни в каких-то удалении там пятнышек и так далее. И вы вот просто со скуки думаете, вот чем бы намазаться, ради бога, берите. Просто вот всё, берите, мажьтесь на здоровье. Но, если вам нужно хоть что-то с вашей кожей делать, эти средства абсолютно бесполезны. Они неплохие, то есть они не вызвали у меня каких-то акне, они не вызвали у меня никаких рецидивов там с сухостью, с шелушениями и так далее. Но они не сделали ничего хорошего. Плюс здесь местами очень странные отдушки. Вот мне очень это было странно, потому что есть средства в бренде Шик, от которых я просто в восторге. И такое средство не сегодня, но в следующей распаковке будет. А есть средства, которые я беру, и я просто не понимаю, что это, зачем и кому. Но, когда я читаю многочисленные восторженные отзывы в интернете, я не знаю, либо со мной что-то не так, и я избалована уже другим уходом, либо всё-таки кому-то просто эта линейка подходит, и этот человек не я. Но вам было интересно моё мнение, и моё мнение, что я бы это больше не повторяла, и другим тоже не рекомендовала. Есть средства даже в два раза дешевле, которые работают гораздо лучше. Здесь как будто бы нет вообще никаких активов, просто зеро. Дальше, в противовес предыдущей компашке, у меня есть вот такие два товарища от Estee Lauder. Это сыворотка Advanced Night Repair и Revitalizing Supreme вот такой крем. Обожаю эту парочку, они просто потрясающе замечательно работают вместе. У Estee Lauder вот эта формула Advanced Night Repair запатентована. Поэтому всё, что вы слышите в интернете, как «это аналог один в один», ни хрена подобного. Всё-таки люблю эту сыворотку. Да, она не является какой-то, знаете, волшебной таблеткой, на которую вот вы разоритесь, и всё. Вы решите все ваши жизненные проблемы, ваша кожа возродится как феникс из пепла и так далее. Но если вам позволяют бюджет просто держать в качестве повседневного, в качестве просто вашего, да, какого-то ухода, увлажняющего, средства вот такого сегмента, супер, я обожаю. И раскрою вам один маленький спойлер, в следующей распаковке это тоже средство есть. И если к нему добавить ещё и вот этот крем, девочки, это бомба, просто. Вот сколько я наносила клиентам, да, своим, эту парочку в качестве ухода перед макияжем, вот ровно столько людей мне спрашивали, «А что это такое? Кожа такая сияющая, такая вдохнувшая, такая холёная». И не только перед мейком, но и после него, когда девочки делали демакияж, они были просто в шоке от качества своей кожи, от её красоты, от роскоши. Стоит на данный момент в России эта сыворотка в большом объёме 50 мл 7600 рублей и этот крем 8000, но открою вам тайну, через Байера это стоит дешевле. Вот эти рекомендую, люблю, повторю, точнее уже повторила. Дальше у меня снова будет парочка поганцев. Это линейка Ифаклар от La Roche-Posay. Казалось бы, французский бренд, космоцевтика, что может быть лучше, но я не знаю, какой бес попутал технологов, которые создавали два этих средств для проблемной кожи, но они просто ужасны. И опять-таки спойлер, вы видите, что это средство практически полное. Давайте угадаем, почему же я его недопользовала? Может быть, потому что сюда херанули, простите, спирт? Да в таком количестве, что ты наносишь, это сначала только мне что кажется. Вот, косикнуло. Обычно я проверяю, да, составы средств. Но тут почему-то мой лимит доверия к бренду La Roche-Posay сыграл, и я вообще не посмотрела состав. И когда я в первый раз нанесла, я просто такая, не, мне кажется, нет, этого быть не может. Но потом ты заглядываешь в состав и понимаешь, что там реально спиртяга. На проблемную кожу спиртяга. Да, давайте заберём последнюю влагу из этой кожи, чтобы она из просто проблемной перешла в обезвоженную. Чтобы нужно было лечить и сухость, и акне, и постакне, но стало ещё сложнее. И с сывороткой очень похожая история. Зачем-то они сделали её гораздо-гораздо сильнее. То есть раньше она была мягче, сейчас же при нанесении Т-зона у меня просто сдохла. У меня была настолько тонкая, раздражённая, красная кожа, что я потом ещё очень долго не могла прийти в себя. Поэтому на данный момент вот эту парочку, которая стоит на минуточку 1800 рублей, 2400 рублей. Нормально, да, такая парочка на 5000, которая летит в помойку. Просто шедевр. Дальше же у меня, казалось бы, менее известный в широких кругах бренд ProMakeup Lab. Но замечательная сыворотка, просто замечательная. Вот такая упаковочка с тёмного стекла стоит 1900 рублей. И здесь двухфазная сыворотка с содержанием масла, которое называется Keep Calm. Вот эта синяя, она предназначена для сухой кожи, и есть такая же зелёная для проблемной кожи. Я просто обожаю вот эту синюю зимой на клиентах, потому что у ProMakeup шикарное качество масел. Я уже показывала недавно их красное масло, которое я использую каждый день для массажа лица. И вот у них прям шикарный технолог по составам, по уходу. И при этом достаточно бюджетная цена для того, какой продукт лежит в этой упаковке. Поэтому вот это масло на зиму, прям я очень советую, скриньте, запоминайте, заказывайте. Оно так красиво наносится, при этом это не противное жирное масло, которое будет у вас очень долго стоять на коже, и по нему ничего невозможно нанести. Здесь всё-таки две фазы, это не чистое масло, плюс масло здесь более сухое, поэтому его без проблем можно использовать, как в чистом виде, в качестве сыворотки, так и добавлять пару капель в ваш обычный увлажняющий крем, для того, чтобы зимой становился более питательным и выручал вашу кожу. Это потрясающее средство, рекомендую от всей души. И дальше у нас с вами будет парочка тонеров в формате спрея. Давайте начнём с более бюджетного. Вот такая бутылочка в 150 мл от бренда Cosworker стоит 740 рублей. Мне очень понравилось это средство, но у меня с ним немножко странная ассоциация. Почему-то мне это средство пахнет прям таким, знаете, очень ароматным бородинским хлебушком, прям вот с тмином, с кориандром, прям такой в нём прекрасный набор специй, но при этом почему-то в формате ухода для лица мне этот запах зашёл. То есть сначала я открыла и подумала, о, вы чё, я чё буду хлебом психаться, что это такое? А потом, вы знаете, началось просто залей меня этим полностью. Потрясающее средство, мне очень понравилось. Плюс в таком бюджетном бренде такая стильная упаковка. Мне так нравится этот минималистичный дизайн. Наверное, единственную вот ложечку дёгтя, которую я бы отметила. Конечно, здесь я понимаю, что в таком бюджетном сегменте очень сложно добавить дорогую упаковку, потому что упаковка, открою вам секрет, зачастую сильно дороже, чем содержимое. И здесь, конечно, не такой хороший пульверизатор, как в люксе, поэтому он пшикает довольно много средства, из-за этого оно быстро заканчивается. Но, учитывая стоимость, честно, я могу рекомендовать. Плюс вот эта отдушка, вот даже сейчас я открыла крышку, здесь остаточный есть запах вот этого шикарного, прям свежайшего, прям горяченького бородинского хлебушка. Просто балдёж. Вот, ну честно, возможно, вот ради этого запаха, возможно, я даже ещё повторю это средство. Очень интересный запах. И, крайнее средство в блоке про уход, у нас с вами будет ещё один тонер, это виноградная вода от бренда Кадали. Обожаю, активно рекомендую всем, и клиентам, и ученицам. Здесь вот такая огромная упаковка в 200 мл, которая стоит сейчас 1400 рублей, плюс очень часто бывает на скидках, на акциях, когда вы можете приобрести данное средство ещё дешевле. Прекрасно пахнет, прекрасно увлажняет, подготавливает кожу как к нанесению хода, так и к нанесению макияжа. Плюс вот здесь как раз-таки, здесь идёт баллон под давлением, поэтому здесь настолько мелкая просто дисперсия, вот эта капля, что очень приятно, таким лёгким-лёгким облачком она обволакивает лицо. Прекрасное средство, обожаю, тоже совершенно не исключаю, что когда-то в обозримом будущем я бы его повторила. Прекрасное средство. И крайний блок у нас с вами будет посвящён декоративной косметике. Поехали! Так, подождите, отмена. Одно средство проскочило случайно, не туда. Короче, гель вот такой Sally Hansen, он для ухода за ногтевой пластиной. Он растворяет всякие там кутикулы, вот это всё. И я вам его хотела показать только потому, что в целом бренд ушёл с российского рынка. Но, видимо, какие-то остатки распродаются в Сбере, средство супер, очень аккуратненько ухаживать, не надо ничего не обрезать, не делать. Нанёс, подождал там 2-3 минутки, всё растворилось, вот так вот лопаточкой отодвину и красивенько и такой ходишь. Всё. А вот теперь реально декоративная косметика. И первое, что мне здесь хочется, да, показать, это огромное количество продуктов для бровей. Первое, это мой любимчик, как бы его так показать, чтобы он вам никуда не зеркалил. Это вот такой бров-фриз от Анастасии Беверли-Хиллз. Обожаю это средство, это гель-воск. Он потрясающий, ну, во всём. Просто вот как это всё упаковано, как он работает. Плюс Анастасия, это, конечно, гениальный бренд в сфере бровей, поэтому это средство появилось задолго до всех наших Пуси, Джуси, Натуси, вот это всё. То есть они это придумали гораздо раньше. Это средство стоит сейчас в золотом яблоке 2700 рублей. Я его пока не повторяю, потому что появился бюджетный конкурент Пуси, о котором мы сейчас с вами тоже поговорим. Далее у меня здесь два геля для бровей от Пуси, вот в таком формате 5 мл, которые стоят 700 рублей, и вот в таком формате 15 мл, которые стоят 1000 рублей. И я ими пользуюсь, я их повторяю, я их буду повторять, но есть какие-то моменты, которые, конечно, меня бесят каждый божий день просто с этими продуктами. Давайте сначала вот про это. Казалось бы, минималистичный дизайн, такой пыльно-розово-серый цвет, всё стильно, классно, очень такая, знаете, миниатюрная щёточка. Но дело в том, что когда вы достаёте щёточку из туба, на ней такое огромное количество продукта, что если вы его нанесёте, у вас будет просто насквозь мокрая бровь, будет эффект такой слипшийся, уже совершенно не модный, не актуальный брови. Для того, чтобы получить эффект, который я очень часто делаю в своих работах, таких, знаете, пушистых, пышных бровей, но при этом активно стоящих и зафиксированных на весь день, приходится сидеть и вот перед каждым использованием очень долго и мучительно вытирать средство от горлышка. И, естественно, когда мы убираем обратно, здесь, простите меня, всё обосратое. И так оно будет выглядеть каждый день. Но сам продукт я люблю. Как можно этого также избежать? Можно доставать эту щёточку и одноразовыми щёточками набирать с этой и наносить уже сразу на брови. Но тогда вам нужно ещё заказывать одноразовые щёточки, поэтому в любом случае продукт, так скажем, не очень простой в использовании. Вот этот товарищ 15 мл, да, он безумно выгодный, здесь в три раза больше средства, а стоит оно буквально там на 300 рублей дороже. Очень часто бывает на скидках за 700-900 рублей в официальном магазине бренда на Вайберес. Но эта упаковка, я просто её ненавижу. Я не знаю, как вам это показать поближе, поэтому я просто покажу вот так. Вот эта верхняя крышка абсолютно ничем не зафиксирована. А зачем? А как же? И так сайте нормально, они и так покупают. Вот эта верхняя крышка постоянно отваливается. А у неё здесь очень такой, знаете, скромный пластик. Поэтому просто от того, что я её закручивала, этот продукт не ходит со мной в косметичке, не ходит со мной в сумке. То есть он вот просто где-то стоит у меня на рабочем столе, да. Просто от того, что я открывала и закрывала крышку, он вот здесь просто весь треснул. И этот пластик, он настолько слабый, что его просто элементарно сломать. Здесь внутри вот такая, знаете, как от баночки для анализов, обычная пластиковая крышка. И из-за того, что крышка настолько плохого качества, продукт как будто бы не до конца закрывается. Он постоянно дышит воздухом и из-за этого густеет прямо в упаковке. Поэтому я, конечно, покупаю и вот такой формат, и вот такой. Но, как говорится, знаете ли, есть вопросики. Дальше ещё один продукт для бровей с очень сомнительной рецензией. Это, как я поняла, русский бренд Free Oliver и их продукт, который называется Brow Wax. Я его увидела в рекомендациях одного бровиста, который его расхвалил. И я подумала, мне тоже надо. Дело в том, что тот мальчик-бровист не уточнил, что адекватная отдушка у этих гелей только в фиолетовом цвете. Я зачем-то купила розовый. Я подумала, ну, кстати, со временем он перестал быть розовым, он стал прозрачным. Прикол. Я взяла розовый, думаю, ну какой красивый девочковый, будет всех веселить. Этот девочковый пах изначально такой, знаете, типичной отдушкой всего дешёвого мужского. Я думаю, вы понимаете, о чём я. А сейчас, когда он полежал, он стал пахнуть какой-то, знаете, резиновой подошвой обуви из таможки. И стоила вот эта штучка 450 рублей. Поэтому, если вы ищете какой-то бюджетной замены, да, ещё более бюджетной, Пусси вот в таком формате, Насте вот в таком формате, То, в принципе, можете брать вот этот фри-авивер, он в целом неплохой, Но берите только фиолетовый цвет с ароматом винограда. Всё остальное пахнет, как чёрт знает что. И ещё одно средство для бровей. Такое здесь, знаете, довольно-таки неоднозначное. Поскольку я занимаюсь оформлением бровей, И у меня часто спрашивают о том, как же отрастить, как же вернуть свои бровушки. И, конечно, я бесперебойно тестирую все средства для отращивания бровей. И в этой череде средств у меня оказалось средство от белорусского бренда Belor Design, Которое называется Wine Lash. Типа, дикие реснички. Оно предназначено для отращивания волосков. Дело в том, что это средство на мне не работало вообще. Как будто бы я просто, знаете, водой какой-то смазывала брови свои каждый день в течение месяца. И не получила абсолютно никакого результата. Ни единого волоска нового, ни даже удлинения волосков имеющихся. Стоило это средство 360 рублей. И я вам, к сожалению, его тоже не рекомендую. И дальше у меня маленькая-доводаленькая кучка продуктов для глаз. Первые два средства здесь это бренд MAC, пролонговая Paint Pot в оттенках Groundhog и Constructivist. Обожаю два этих цвета. Как только у меня подзакончится хотя бы немножко того, что у меня есть, я хочу их обновить. Groundhog это идеальный оттенок. Я такое называю оттенок Рози Ханнингтон-Уайтли. Есть такая потрясающая модель, невероятной красоты девочка, бывшая ангел Виктория Сикрет. Это такой, знаете, оттенок песочный, матовый, но при этом с легким-легким-легким сатином, который нужен здесь просто для того, чтобы не старить веко, чтобы оно выглядело таким аккуратненьким, ровненьким, молоденьким. И этим средством можно сделать смоки по всем глазам, густо прокрасить ресницы, и у вас будет потрясающий мейк в стиле Рози. Обожаю такие цвета, к сожалению, очень мало где их вижу, поэтому точно через Байера буду повторять вот этот оттенок. И оттенок Конструктивист. Это такой, знаете, очень красивый коричневый с небольшим красным переливом, вкраплением. Тоже очень красивый. Очень красивый на нем можно делать более темно-коричневые смоки. Потрясающий продукт, точно буду повторять. В целом, очень люблю эти кремовые тени, когда они в хорошем состоянии. Да, здесь у меня уже вышел фрук, поэтому они, конечно же, засохли, они стали твердые. Вначале это очень мягкая такая кремовая тень, которая очень легко распределяется, красиво тушуется в ноль, которая очень мягкая для того, чтобы распределиться, да, растушеваться. Но при этом достаточно, в ней хватает продуктов для фиксации, чтобы быть стойкой, чтобы быть хорошей такой подложкой. Не кукожит, не старит веков, выглядят потрясающе, обожаю. Крепоты стоят на сегодняшний день 2500 рублей за штучку. Если говорить об оттенке Конструктивист, то у него есть более бюджетный аналог, который сейчас можно заказать за 12 евро, соответственно, это где-то там 1000 рублей, да, допустим. Есть гелевая подводка от Мэйбели в оттенке Браун. Она очень красивого цвета, точно такой же коричневый, с красивым таким красным каким-то перламутровым вкраплением. Очень красиво смотрится на зеленых глазах. И не бойтесь, что это подводка, а это кремовый тень, это просто кремовый продукт, вы можете использовать это как подводку, а это как кремовую тень. Кто вам запретит? Поэтому очень рекомендую, кто пользуется услугами байеров или бывает за границей, очень рекомендую обе эти вещички. Люблю и то, и другое. У меня вот здесь вот такие три продукта для глаз. И здесь начну, давайте, с самого бюджетного, с которого у меня сгорело все, что только может сгореть. Это карандаш от Essence, который называется Long Lasting, что говорит нам о том, что он должен быть очень стойким. И что же мы получаем на самом деле? Да, это карандаш за 140 рублей. Ребят, ну извините, как вообще это попало в магазины? Кто-то вообще это тестировал? Кто-то ну хоть разочек вообще наносил это на себя? Это карандаш, который помимо того, что он совершенно не стойкий, он размазывается, отпечатывается. Он просто отвратителен. Он еще и не черный. Оттенок указан черный. Здесь совершенно точно указано black. Но на глазах он растушевывается в такой отвратительно синий татуировочный цвет. Просто кошмар. Никому не рекомендую. Даже за 140 рублей. А вот следующий карандашик я наоборот очень рекомендую. Это карандаш Oshiseido Micro Liner Ink. Да, он стоит 2000 рублей на сегодняшний день. Но как я люблю эти карандаши. Здесь вот такусенький, тонкий будет карандашик автоматический. Здесь очень и мягкий карандаш для того, чтобы не ранить глаз. При этом он очень стойкий. Здесь потрясающе красивые оттенки. Вот эти карандаши я наоборот очень рекомендую. И, конечно же, тоже буду повторять. Последнее средство на сегодня это Clorans 3 Dot Liner. Что нам говорит это название? То, что здесь совершенно не классическая форма. Он такой, знаете, будет у нас в форме вот здесь трезубца. Для чего же нужен такой странный карандаш? Для того, чтобы прокрашивать межвесничку. Вот с таким карандашом справится даже тот, у кого навыка нет совершенно. Потому что вам нужно просто поставить эту вилочку в свой ресничный ряд. Приложить, отпустить, приложить, отпустить. И таким образом вы заполните все межресничное пространство. Очень стойкий, очень экономичный. Обожаю. Это бренд Clorans. Стоит такая вещица 2100 рублей. Люблю, рекомендую. И также тоже буду повторять. Ну что, ребята, котята, спасибо вам огромное за просмотр. Буду очень рада пообщаться с вами в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.